Как и Чехов, Майлин создал галерею ярких художественных образов простых людей своего поколения, описал судьбу маленького человека. Среди его героев наиболее известен Моркомбай, имя которого стало в народе нарицательным. Моркомбай — бывший бедняк, недотёпа, а ныне строитель новой жизни. Через события в его жизни Биага в течение 12 лет описывал изменения, пришедшие в казахскую степь советской властью. Стихи о Моркомбай настолько полюбились народу, что их цитировал и старый млад, и в повседневной жизни на конкурсах и литературных вечерах. Жизненные перипетии Моркомбая с юмором и любовью изложены в 25 стихотворениях и двух поэмах. Имбет Майлин про советских достижениях много писал. Если что, реальность, то он, конечно, коллективизация проходила. Всё-всё он писал, но он юмором писал, понимаете? Например, есть образ Моркомбай, аулский казах, он сейчас новое время же, он раньше был кочевым казахом, потом стал, уже ему дали колхозию работу дали. Он действительно Моркомбай, понимаете? Он каким-то сатирическим тоном, и он никого не хвалил. Вот особенно нашу индустриализацию, другие вещи. Но, конечно, он болеет за грамотность, за культуру, за образование. У видного казахского писателя Абиша Кикельбаева есть такое высказывание. Если ставить памятник колоритному, истинно народному литературному персонажу, то это, несомненно, должен быть памятник Моркомбаю. Я людей не выдумываю, не сочиняю, а беру из жизни, из того мира людей, которые живут в моей памяти, в моем сердце. Создавая их образы, я все время вижу их, держу перед глазами. Разве только подчищаю или углубляю некоторые черты их характера, поступки и лишние слова. Бембет Майлин Субтитры создавал DimaTorzok